Здравствуйте! С вами опять Роман Головин. И сегодня мы с вами поговорим на такую необычную тему, как грань жизни и смерти. Такая больше философская, практическая такая лекция. Кто-то это с точки зрения философии больше рассматривает, кто-то это больше все-таки с точки зрения практики рассматривает. Я постараюсь все-таки ближе быть к практике. Я уже во многих своих видео по поводу сыроедения и немножко о своей жизни я рассказывал. Я работал врачом очень длительный промежуток времени для своего возраста. Почти 10 лет я и в аспирандуре, и в ординатуре, и параллельно работал, и научной деятельностью занимался. В хирургии занимался челюстно-лицевой хирургией, микрохирургией, реконструктивно-пластической хирургией. У меня были палаты с самыми тяжелыми больными, которые только можно придумать. Я насмотрелся за свою практику. Очень много самых тяжелейших пациентов, которые заканчивали жизнь суицидальными попытками, которые были неудачные. И один раз эти попытки проводились пациентами, два раза и три раза. Но, к сожалению, традиционная медицина не рассматривает. Вот этих людей, с точки зрения психики, человек приходит в хирургию и на него смотрит чисто как на кусок мяса. То есть есть некая опухоль, есть некая травма. Допустим, человек стрельнул себе из ружья в лицо. Была попытка суицида. И хирурги раньше не рассматривали. То есть не вызывали психиатра, никто не занимался психологическими проблемами. Просто занимались чистой физикой. Да, вот у тебя повреждена кость, у тебя мягкие ткани повреждены. То есть у тебя нет носа, у тебя проблемы с веками, не закрываются веки. Проблемы с глазами. Проблемы с волосистой частью головы и так далее, с губами. То есть это все в сумме рассматривалось и лечилось поэтапно. Первый этап одно делается, второй этап другое, третий и так далее. И всегда было мне интересно залезть в душу этих людей. Когда у меня было времени, я общался с этими людьми очень много. Когда были несчастные случаи, когда взрыв газового баллона на производстве, какие-то ожоги там всего тела происходили. У кого-то союзидальные попытки были, кто-то после автотравмы, огнестрельного ранения, после войны. То есть я работал с такими пациентами. Есть, конечно, богатый опыт общения. Ну, я сейчас буду рассказывать больше, наверное, о своей жизни, что со мной произошло. Когда я переехал на Кипр, у меня случились как бы две вещи. Да, у меня умерла мама моя, которую я очень любил. То есть она для меня была всем. На меня это тоже повлияло, конечно. Я начал увлекаться сыроедением после ее смерти. Практически я начал. У меня мысли еще были, когда она еще болела. И после ее смерти я как-то резко ускорился. Для меня это была мотивация какая-то. То есть я собрал себя в кулак, запустил свои внутренние силы. И у меня очень легко это все получилось. Я проскочил как бы на одном дыхании. Я купил квадроцикл. И один раз я поехал кататься на море. Ехал по берегу моря. У меня опыта никакого не было. Ну, простой квадроцикл заднеприводный. Там два колеса только ведущие сзади. Мне этого недостаточно, чтобы ездить по бездорожью. И меня захлестнула волна. Квадроцикл заглох. Залило свечи. Я свечу. Я не мог завестись. То есть я стоял на берегу. То есть получилось там, где волны. Там такой песчаный берег. И буквально два метра уже такая насыпь крутая. Из гальки такой крупной. Я его толкал в течение там нескольких часов на эту гальку вручную. И на море я не учел одной такой вещи. Что когда я еду по берегу, 10 волн, они такие небольшие. А одиннадцатая волна, она все время такая большая. А одиннадцатая волна меня накрыла с ног до головы. И после этого, когда квадроцикл не заводился, он был новый. Я пытался его вытащить. То есть я провозился с ним очень долго. Что получилось в итоге? Меня силы начали покидать уже. Я понимал, что он стоит много денег. У меня нет возможности купить завтра же такой же. И меня накрыла волна. И я вместе с ним как бы уплыл в море. То есть он меня придавил. Как бы да. И уже в этот момент у меня начали посещать такие мысли. Я лежу на дне. На мне квадроцикл лежит. На дне моря. И думаю, все. Сил у меня больше нет. Что делать? Ну, в последний момент какая-то духовная сила во мне проснулась. Я его поднял просто. Выплыл из-под него. В итоге даже я его вытащил на берег. Не до конца, конечно. То есть я его привязал, как-то камнями обложил. Встретил какого-то киприота, чтобы мне вызвали какое-то транспортное средство, чтобы его вытащить. Но в итоге я его в этот день не вытащил. Просто приехали люди, сказали, парень, оставляй квадроцикл. Либо ты сейчас его оставляешь, либо через два часа ты труп. Просто я просидел зимой в холодной воде очень много часов. То есть такая сила воли, какая зверская просыпается в человеке иногда. Я просто еще много-много часов после этого я не мог согреться просто. Когда там сидел у них в машине, доехал домой. И второй случай у меня был. Я уже перешел на сыроедение. У меня была такая глупая привычка очень быстро ездить на машине. Я вечно куда-то спешил, опоздал, что я ничего в жизни не успеваю. Надо быстрее, быстрее. Это не успеваю, то не успеваю. А у меня осталась от мамы машина там такая, боевая, быстрая. Я столкнулся там с англичанином с одним. Короче, там перевернулся. Катился с горы вниз на этой машине. Как вот в кино показывают, да, когда машина падает, красиво, голливудские съемки, потом внизу взрывается. Ну, машина часто не взрывается. Это только для фильмов такие вещи делают. В итоге от машины там одна котлета осталась. Я ее поставлю на заставку в своем видео, вы посмотрите. Открылись все подушки, все восемь подушек безопасности в этой машине. Проверил я BMW, что это за машина. Да, у меня такой реальный шок был. Если я бы, наверное, не качался в зале и не был на сыроедении, я бы точно сломал себе позвоночник. Это 100%. К чему я это все рассказываю? Это такие личные примеры из моей жизни. Многие на стене задают такие вопросы. Поэтому я снимаю такое видео. Делюсь своим жизненным опытом. Может быть, кто-то возьмет какие-то практические выводы, практические советы из моего видео. Когда человек, это мое глубокое убеждение, когда человек в жизни идет не по тому пути развития, который он сам выбрал перед рождением, тогда в жизни происходят вот такие вот вещи. То есть такие уроки. Либо ты переходишь через болезнь определенную, критическое такое состояние на грани жизни и смерти, либо ты в аварии, попадаешь в аварию в какое-то, либо в какое-то происшествие. И когда человек находится на грани между жизнью и смертью, у него какие-то начинают расти духовные силы, он осознает, что он должен делать что-то другое в жизни. Он заблудился, он запутался. Ему нужно срочно выбираться, вставать на свой путь развития, саморазвиваться, дальше идти. То есть не просто проживать жизнь. Я там сижу дома, смотрю телевизор, пойду с ребятами в футбол поиграю, на работу схожу. Такая обычная простая жизнь, без духовного развития, когда мы не помогаем развиваться другим людям, не делимся какой-то информацией. Вот в такие моменты возникает какая-то некая внутренняя сила, которая и дает и мотивацию, и желание дальше жить, и заниматься совершенно новыми вещами, осваивать что-то новое в жизни. Я считаю, что в жизни не надо зацикливаться только, допустим, на одной специальности. Я хирург, значит, от огроба жизни должен быть хирург. На самом деле это неправильно. Нужно освоить много специальностей. Чем больше специальностей вы освоите, чем лучше в жизни будет многоопытность, тем дольше вы проживете, поймете многие вещи. Каждый раз вы будете испытывать что-то новое в жизни, которое вас будет толкать к саморазвитию. Многие спрашивают, как же на сыроедении, например, может специальные какие-то практики есть, еще что-то ускорить. Конечно, много чего есть. Я попытаюсь в каком-то видео это рассказать, но когда нет мотивации, никакие духовные практики параллельно вам не помогут, потому что вы должны понимать, что должна быть определенная мотивация, и она такая бы должна быть железобетонная. Что вы делаете на этой земле? Разобраться с этим вопросом. Сыроедение только помогает, ускоряет. Если человек сам себе внутри задает программу некую, что вот я могу жить на 100% среде всю свою жизнь, и вы будете жить. Если вы будете постоянно откатываться обратно, ментально, бояться чего-то, а вот у меня не получится, я не смогу. То есть вы сами себя программируете, и у вас ничего, естественно, не получится. То есть вы будете думать, что, мол, вот есть микроэлементы определенные, макроэлементы, витамины, ферменты, коферменты различные, жиры, и без них мой организм не сможет существовать. Как так я, допустим, перейду на сыроедение, мне не будет вот этого хватать, а если я перейду на фруктоедение, у меня не будет таких-то жиров там, а если я перестану пить воду, как же я буду жить без воды, а вот есть еще и люди, которые вообще ничего не едят, а как же эти люди? Получается, что эти люди живут по каким-то другим законам? Нет, у всех законы одни и те же, мы духовные существа, мы сами все программируем, у нас внутри есть все механизмы, мы сами запускаем эти программы, когда мы научимся запускать эти программы внутри себя, тогда уже любая проблема окажется пустяком, будь то ли сыроедение, будь то ли достижение каких-то целей в жизни, и в семье, и на работе, и общение с другими людьми, и самопознание себя, и самопознание Вселенной. И вот эти вот вещи, да, грань жизни и смерти, они ускоряют эти вещи, да, ускоряют, наталкивают нас на некое размышление, открываются некие духовные силы, мы начинаем пересматривать, вот еще один пример не из моей жизни, есть такой физик один знаменитый, все вы, наверное, знаете, он в инвалидной коляске находится, он очень был и сейчас известный, физик мировой величины, и одно время он сказал, я не хочу больше заниматься физикой, мне это неинтересно, как бы, да, я буду заниматься другими вещами. И потом, когда его парализовало, и когда он только может смотреть, двигать там несколькими пальцами, по-моему, немножко он головой еще двигает, сидит в инвалидной коляске, тогда он понял, да, я должен продолжать заниматься физикой, помогать людям, открывать какие-то новые законы физические, так сказать, двигать нашу цивилизацию вперед. И тогда он понял, задумался, сейчас он находится в этом кресле, продолжает заниматься физикой. Так же, как у любого человека, есть некое свое предназначение. Человек, когда сбивается с какого-то пути, есть некий коридор, по которому вот вы идете в жизни, если вы заходите за рамки этого коридора, либо влево, либо вправо, тогда жизнь, она сама себе вынует. Выше, низшее я, они вас выносят в этот коридор, да. И есть люди, которые не понимают, что с ними происходит, они еще духовно не развиты, да, они не могут анализировать ситуацию. Ну, слава Богу, там перекрестился, там, или там, помолился, в мечеть сходил, там, все нормально, типа, я разбил машину, выжил, там, и они не могут связать это ни с чем. А более духовные люди, они понимают, да, что вот, мол, я заблудился в своей жизни, заигрался, теперь нужно мне продолжать дальше. Сама жизнь, она выталкивается, можете называть, как хотите, кто понимает, о чем я говорю, они понимают. А те, кто не понимают, как бы, да, просто тогда считайте, что это просто какие-то высшие силы вас наталкивают на истинный путь. Когда, да, вот, люди, да, при каких-то онкологических заболеваниях, хронических заболеваниях, пришло время им выбрать, либо они в этом мире остаются, либо уходят в тот мир. И у любого человека есть выбор, практически, на, наверное, на 95% у людей есть выбор. Может, даже это больше процентов. Может быть, 99%. Вот эти 95-90-99% люди, даже когда находятся на четвертой стадии рака, вот же метастазы есть, и у моей мамы то же самое было, у нее был выбор, она сказала, я хочу уйти, я устала от жизни, там, и так далее. И вот эти люди, они сами определяют, хотят ли они продолжить жить дальше, или не хотят. То есть у людей реально есть выбор. Всегда есть какие-то внутренние силы, резервы организма, когда человек говорит, ребята, я хочу исцелиться, я меняю свою жизнь, я буду заниматься там какими-то вещами в жизни, которые были предначертаны судьбой, там, высшими силами, самим собой, когда мы пришли на эту землю. Когда некоторые люди, они уже освоили какую-то специальность, там, выучились, там, и у них какой-то в жизни тупиковый момент происходит, они начинают заболевать в это время. И тогда людям надо просто продлить свою жизнь, там, сконцентрироваться, собраться воедино, запустить свои внутренние резервы, всю свою духовность направить, сказать, да, я дальше хочу в этой жизни развиваться, я не хочу умирать, опять перевоплощаться, рождаться в другом теле, переходить через болезни смерти, я хочу остаться в этом теле и прожить, может быть, еще там, одну, две, три жизни в одной физическом теле. И тогда человек должен себя перестроить, там, допустим, был хирургом, теперь он будет, там, каким-то экономистом, либо музыкантом, либо художником, либо будет натуропатом каким-то. То есть нужно запустить вот эту вот внутреннюю силу. Многие люди, которые живут в современном мире, в нашей жизни, они боятся вылезти из своего внутреннего мира, они переживают, что они не справятся с психологическим давлением, с влиянием, у них не хватит энергии, у них есть определенная боязнь, параллельно рождаются разные эмоции, типа я не справлюсь, я не смогу. И многие люди, они обратно прячутся в свою безопасную ракушку, в свой внутренний мир и стараются жить тихо, счастливо, как бы. Кто-то уходит в электронный мир, в компьютеры, кто-то сидит дома, кто-то на даче там, кто-то в работе. То есть люди не пытаются выйти наружу, потому что считают, что это типа существования, это еще что-то там. То есть есть какой-то свой внутренний мир и люди закрываются в нем. Пугаются этого. Ведь придется бороться. И можно проиграть. И так далее. То есть это такая интересная очень тема. Также про сыроедение я скоро, наверное, сниму видео, почему как раз у этих известных сыроедов все никак не получается. Наверное, я рассказал свою точку зрения. Можно, конечно, еще много примеров приводить, углубиться в эту тему. Но я думаю, что смысл вы понимаете, о чем я говорю. Спасибо вам за внимание. Выведем в новых видео. С вами был Роман Головин. Всего вам самого лучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok